Умение слышать в Духе — это навык, который нужно приобретать. Это чувство, которое надо оттачивать. Оно уже есть у вас. Вы уже можете слышать Бога. Святой Дух уже говорит вам прямо здесь и прямо сейчас. Он говорит вам что-то. Вы можете слышать свой голос, голос сатаны, мира и Духа. Голос мира — это голоса культуры, людей, родственников, любого человека, кто выражает мирское мышление. Голос сатаны, как мы, конечно, знаем, всегда ставит под сомнение Божье Слово и противится ему. Мы знаем, что наш собственный голос может обращаться к нам время от времени. У вас могут быть, так сказать, нейтральные мысли. Это понятно. У всех нас появляются мысли. А голос Духа говорит нам истину. И дело не в том, чтобы упросить Святого Духа сказать вам что-то. Дело в том, чтобы заставить замолчать голоса сатаны, мира и свой собственный голос. И тогда останется лишь четкий и громкий голос Духа. Итак, как говорит Бог? Во-первых, через Слово. Послушайте внимательно. Следование Божьему Слову. Точное понимание Писания. Это не признак религиозности. Думаю, нам нужно выбросить эти представления из головы. Идея о том, что в Божьем Слове содержится лишь пища для ума, философия и человеческая мудрость, ошибочно. Нет, друзья. Слово вдохновлено Богом. Второе послание Тимофею, 3 глава, 16 и 17 стихи. Все Писание Бога вдохновенно и полезно для чего? Для научения, для обличения, для исправления. Я уверен, вы переживали такое исправление. Для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Мы понимаем, что Библия, Божье Слово, вдохновлена Святым Духом. Каждое Слово. Вот почему надо остерегаться тех, кто ставит под сомнение основополагающие истины Божьего Слова. Нужно с осторожностью относиться даже к самим себе. Наблюдайте за ходом своих рассуждений. Не подстраиваете ли вы Писание под собственное мнение? Я лишь немного по-другому интерпретирую значение этого стиха. Не полностью, только его часть. Или я, пожалуй, по-своему истолкую это слово. Изменю его определение самую малость, чтобы звучало логичнее. Так вы в конец запутаетесь и придете в замешательство. Итак, слово должно быть нашим основанием. Избавьтесь от идеи о том, что оно религиозно, что оно противоречит Святому Духу. Если вам нужна реальная сила, если вы хотите ходить в присутствии Святого Духа так, чтобы ваша жизнь влияла на народы, пребывайте в Слове. Слово – это основание нашего понимания голоса Святого Духа. Слово – это гарантия нашей безопасности. Если вам нужно Слово от Бога, позвольте поделиться с вами секретом. Хотите Слово от Бога? Откройте Библию. Если вы серьезно подходите к слышанию голоса Святого Духа, то нужно серьезно подходить и к чтению Слова. Не надо говорить, что вы желаете слышать Святого Духа, если при этом не открываете Библию. Не рассказывайте мне, что хотите услышать Слово от Бога, а Библию даже не открываете. Возможно, вам хочется, чтобы другие кормили вас с ложечки. Мол, пусть кто-нибудь поделится стихом о моей ситуации. А сам я не буду погружаться в Слово в поисках откровения о моей ситуации. Пусть кто-нибудь даст мне Слово маленькими удобными кусочками. Нет, друг мой, мы сами должны погружаться в Слово. Мы должны принимать Слово. Мы должны обогащаться познанием Слова. И Святой Дух наполнит это познание своим огнем. Откровение – это знание, которое зажег Святой Дух. Взгляните на Писание, прочитайте обо всех людях, которых использовал Бог. Они обладали острым умом и развитым интеллектом, который воспламенил Святой Дух. Они принимали решения согласно Писанию. И Святой Дух давал им дерзновение, власть, ясное понимание и покой, потому что они крепко держались за Божье Слово. Итак, если действительно хотите слышать Божий голос, вы должны серьезно относиться к чтению Божьего Слова. Как я сказал, Слово – это наше основание. Позвольте поделиться с вами четырьмя ключами. Первый ключ – Божье Слово – это основание для познания Святого Духа. Почему? Потому что Святой Дух никогда не будет противоречить Слову. Божье Слово – это ваше руководство. Итак, у нас есть это основание – Слово. Оно помогает нам твердо стоять. Оно способствует нашей стабильности. Иисус сказал, кто строит свою жизнь на собственных представлениях, не на Божьем Слове, тот подобен строящему свой дом на песке. А если ваша жизнь зиждется на Его Слове, это подобно дому на скале. И когда пойдет дождь… Кстати, Он не сказал «если пойдет дождь». Он сказал «когда пойдет дождь», вы устоите. Почему? Потому что построили на прочном основании – на Слове. Итак, мы должны строить свою жизнь на Слове Господа. Оно не противоречит Святому Духу. Божий Дух действует согласно Слову. Изучать Слово – это нерелигиозное занятие. Каждый, кто так думает, останется незрелым христианином. Вы всю жизнь будете духовным младенцем. Я говорю это не для того, чтобы унизить кого-то, но чтобы вы поняли – вам надо проснуться. Я говорю это не для того, чтобы сбить вас с ног, но чтобы разбудить вас. Я хочу помочь вам вырасти из определенных вещей. Если Божье Слово вас обличает, это нормально. Я тоже через это прошел. Если вы беспокоитесь из-за того, что вы ничего не получите или не все поймете, читая Слово, и это смущает вас, просто начните его читать. Когда-то я блуждал в поисках ответов и ничего не знал о Писании. Но потом я стал постоянно погружаться в изучение Слова и применять в своей жизни то, что говорит Бог. Все начинается с простого послушания. Итак, основанием для слышания Бога является Слово. Второй пункт – мудрость. Внимательно выслушайте, что я сейчас скажу. Но прежде я прошу вас написать кое-что в комментариях к этому видео. Если вы хотите пребывать в Слове, просто напишите Слово с восклицательным знаком. Итак, Слово должно стать нашим основанием. Что же происходит, когда мы читаем Слово? Когда я познаю Слово, внезапно в моей жизни начинает укореняться мудрость. Чтение Слова омывает и обновляет мой разум. Я начинаю думать, как думает Бог, понимать его природу и его пути. В процессе пребывания в Слове я вижу, как в мою жизнь естественным образом приходит мудрость. Мудрость – это один из способов общения Святого Духа с вашим Духом. Итак, через Слово Святой Дух обращается к вам напрямую, а мудрость – это способ, с помощью которого Святой Дух обращается к вашему Духу. В послании Римлянам 12.2 написано «И не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Как мне узнать, в чем состоит Божья воля? Как мне узнать, что Он говорит? Обновляя свой разум. Как мне обновлять разум? Друзья, это можно сделать с помощью Слова. Читая Божье Слово, мы увидим, как обновляется наш разум. В послании Иакова 1.5 написано «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Итак, Слово – это наше основание. Пребывая в Слове, мы увидим, как естественным образом к нам приходит мудрость. Почему? Потому что Слово проникает в наш Дух. И когда это происходит, вы начинаете думать так же, как Бог. Вы начинаете размышлять, как Он. Внезапно вы начинаете думать, размышлять и действовать под водительством Святого Духа, потому что ваш разум обновляется Словом. Итак, Слово – это фундамент, а мудрость – это каркас здания. Итак, у вас есть фундамент Слова. Мудрость же представляет базовую структуру всего здания, в основании которого лежит Слово. Мудрость приходит, когда Святой Дух напрямую обращается к вашему Духу. Вы в избытке получаете наставление от Бога. В вашей жизни появляется целый океан таких переживаний. Вы просто без труда начинаете понимать, что Бог хочет от вас в той или иной ситуации. Почему? Потому что вам теперь знакома Его природа. Зная Божье Слово, вы понимаете Божью волю. А понимание Божьей воли позволяет вам познавать Его пути. Слово показывает вам Его волю, благодаря чему в вас развивается Его мудрость, которая показывает вам Его пути. Сначала Слово, то есть фундамент, потом структура, то есть мудрость. Затем следует шепот. Так Святой Дух обращается к вашему физическому разуму. Некоторые считают, что если что-то написано в Слове, то Святому Духу незачем это говорить. А то, чего в Слове не написано, Святой Дух никогда не скажет, потому что в Слове этого нет. Но в такого рода доводах не принимается во внимание тот факт, что вам нередко нужны конкретные инструкции в той или иной жизненной ситуации. И вы далеко не всегда сможете найти главу и стих, где будет сказано, что вам нужно делать в определенных обстоятельствах. Разумеется, у вас есть Божье Слово, благодаря которому вы знаете Божью волю в целом. У вас также есть мудрость, которая учит вас Божьим путям. Но что же делать, когда вам нужны предельно точные инструкции от Господа, которые помогут вам понять, что вы на правильном пути? В этом случае вам понадобится шепот. Послушайте внимательно. Даже не пытайтесь услышать этот шепот, если вы не пребываете в Слове. Кого-то это может возмутить, но я ни в коем случае не хочу вас возмутить. Я люблю вас и просто хочу сказать вам истину. В Евангелии Тана 14.26 написано, «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». То есть Святой Дух может напоминать и открывать. Он напоминает вам, что уже было сказано, но он также открывает то, что Бог говорит вам. Я повторю, он напоминает то, что уже было сказано, и он также открывает, что Бог говорит. Кто-то может спросить, значит ли это, что услышанное нами имеет тот же уровень авторитета и власти, что и Священное Писание? Нет. Ведь он говорит применительно к конкретной ситуации в вашей жизни. И потому это нельзя применить ко всем остальным случаям во все времена. Конкретные инструкции в виде шепота, который я описываю сейчас, не обладают универсальной применимостью. Итак, он что-то шепчет в ваше сердце. Но не пытайтесь строить всю свою жизнь на этом шепоте. А ведь некоторые христиане именно так и живут, считая себя духовными людьми. Они думают, что поступают духовно и говорят «Я подобен ветру». Я называю их христианскими хиппи. Они говорят «Я иду туда, куда меня влечет Святой Дух, я как ветер». Но в этом нет дисциплины, нет прочного фундамента. Такие люди действуют исходя из своего опыта, своих переживаний. Они никогда не сверяют свои переживания со словом. Они истолковывают слово согласно своим переживаниям. Мол, вот как я это понимаю, вот что это значит, по моему мнению. Но все это лишь свидетельствует о недостаточно зрелой вере и больше ни о чем. Но мы должны поставить слово на первое место. За этим шагом последует мудрость, потом шепот. Если вы пребываете в слове и действуете в мудрости Святого Духа, то обретаете и необходимую страховку, когда Бог обращается к вам через шепот. Впрочем, у некоторых верующих все происходит в обратном порядке. Далее следует четвертый пункт. Первое слово, второе – мудрость, третий шепот и четвертый – чудеса. В этот пункт входят пророчества, видения, сны, знамения. Друзья, мы верим в это. Все это не прекратилось. Дары не исчезли. Пророчества звучат сегодня. Духовные дары действуют сегодня. Чудеса происходят сегодня. Освобождение реально сегодня. Исцеление реально сегодня. Видение реально сегодня. Сверхъестественные переживания реально сегодня. Этого никак нельзя отрицать. Почему? Потому что так говорится в слове. Однако возникает проблема, если вы попытаетесь положить в основание своей жизни чудеса вместо слова. Верующие нередко все делают в обратном порядке. Итак, слово – это фундамент. Мудрость – это каркас. Шепот Святого Духа, гипсокартон и прочие материалы, которые крепятся на него. А чудеса – это украшение и обстановка для вашего дома, мебель и дополнительные аксессуары. Но если вы окружите себя только аксессуарами, только чудесами, то останетесь без прочного основания. Некоторые верующие живут, имея лишь духовные переживания, отодвигая слово на второй план. Это может привести к различным запутанным ситуациям, увлечению странными учениями, смущению, натянутым отношениям, рабству, изоляции, беспокойству, к разного рода проблемам. Вот почему нужно начинать со слова, которое производит в вас мудрость. Мудрость помогает вам достичь зрелости, необходимой для того, чтобы отличать шепот Духа от ваших собственных мыслей. И тогда шепот поможет вам ориентироваться в мире чудес и хорошо понимать его. То есть на первом месте должно быть слово. Не пытайтесь строить свою жизнь на чудесах и шепоте. Начните со слова. Пусть оно станет вашим фундаментом. Потом к вам придет мудрость. Потом вы услышите шепот. И лишь потом вы обретете способность различать и принимать чудеса от Бога. Отец, я молюсь во имя Иисуса. Пусть люди желают пребывать в Твоем Слове. Господь, мы каемся в том, что пренебрегали Твоим Словом. Помоги нам снова вернуться к Писанию и постоянно пребывать в Нем. Святой Дух, мы покоряемся Тебе. Говори с нами, как Ты желаешь. Не дай нам поместить Тебя в некие рамки, как нам это подсказывает наш опыт. Помоги нам, Господи, подняться на высоты, живя по Твоему Слову. Отец, я также молюсь за исцеление, за освобождение, за новое прикосновение Твоей силы. Верьте, что Бог касается вас прямо сейчас. Помазание Святого Духа течет к вам. Иисус, спасибо Тебе за эту реку силы, которая течет сейчас. Господь, пусть Твоя сила течет через мои руки, через эту камеру, туда, где находятся наши зрители. Я объединяю свою веру с их верой сейчас. И я молюсь, Господь, чтобы сила Твоего исцеления действовала. Мы благодарим Тебя, Иисус. Кто-то из наших зрителей стоит в вере за исцеление от астмы. Мы запрещаем ей во имя Иисуса. У одной женщины, которая смотрит это видео, проблемы с пищеварением. Я запрещаю этой болезни во имя Иисуса. Травма плеча, я запрещаю тебе. Пусть это плечо будет исцелено во имя того, кому я служу. Кто-то сейчас исцеляется от зависимости. Кто-то получает свободу от зависимости прямо сейчас. Вам не нужно умолять или упрашивать. Вам ничего не нужно делать. Просто примите верой. Бог не прячет от вас вашу свободу за какими-то древними тайнами. Обрести ее очень легко. Просто примите ее сейчас. Это сила Святого Духа. Я запрещаю этой зависимости. Будьте свободны во имя того, кому я служу. Алкогольная зависимость. Я разрушаю твою силу во имя Иисуса. Зависимость от наркотиков. Мы разрушаем ее. Есть также женщина, которая сейчас смотрит это видео. Ваше сердце сокрушается о вашем сыне. Вы верите, что он вернется к вере. Я соглашаюсь с вами во имя Иисуса. Церковь, примите эту силу Святого Духа. Напишите свою молитвенную нужду в комментариях к этому видео сейчас. И мы все соглашаемся. Спасибо тебе, Господь. Иисус, я воздаю тебе всю честь. Его сила действует. Такая мощная сила. Святой Дух. Пусть люди ощутят твое присутствие там, где они сейчас находятся. Я благодарю тебя за то, что твое присутствие и сила пребывают на этом месте. Пусть люди ощутят прикосновение твоей силы. Мы воздаем тебе славу и честь. Если вы верите в это, скажите Аминь. Драгоценные наши друзья, если Бог благословил вас через наше служение, вы имеете возможность благословить других людей, которые будут слушать следующие видео. Поддержав финансово служение CLT. Ссылка для пожертвования под видео. Пусть Бог благословит вас по богатству своему. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok